И снова-снова всем привет от канала Делай всё сам! Сегодня мы немножко вернёмся ещё раз в прошлое и рассмотрим два приинтереснейших плейлиста. Первый плейлист про изготовление прибора ночного видения, а второй про изготовление арбалета своими руками. Как и в прошлый раз, я немножко прокомментирую свои видео, находящиеся в этом плейлисте. Далеко не секрет, что все приборы ночного видения, естественно, оборудуются инфракрасными фонарями. Без этого прибор ночного видения невозможен. Но и тут не всё так просто. Дело в том, что не каждый инфракрасный светодиод подойдёт для вашей камеры, об этом я рассказываю в третьей части видео. Немножко вашего старания, и вот мы с вами вместе получаем вот такой вот микро-инфракрасный фонарь для нашего прибора ночного видения. Но чтобы наш инфракрасный фонарь работал, естественно, придётся его испытать, что я и делаю сейчас на ваших экранах. Абсолютно ничего не скрывая, я полностью показываю все секреты и элементы, из которых будет состоять прибор ночного видения, а также как его настроить. Также, само собой, понятно, что без корпуса наш прибор ночного видения не может существовать. Сейчас на экранах вы видите, как я создавал корпус для ПНВ из вспененного ПВХ. Получилось довольно серьёзно, красиво, агрессивно, а главное, это работает. Само собой, я произвёл первый пробный запуск и решил немножко модернизировать конструкцию. А сделал это я для того, чтобы нас не выдавал светящийся экран. Ну и естественно, прибор ночного видения не был бы прибором ночного видения без испытаний, которые вы сейчас и наблюдаете на своих экранах. Да, он работает, это подтверждено. А самое главное, каждый из вас его может повторить, надо просто открыть первый закреплённый комментарий под видео и перейти по ссылке, чтобы посмотреть данный плейлист. А я же желаю вам удачи в повторении. Я более даже чем уверен, что про этот проект вы даже не в курсе. И даже, может быть, когда-нибудь, кто-нибудь, где-нибудь на ютубе находил этот видеоролик и даже не догадывался, что это видеоролик мой. Бесспорно, ютуб очень сильно насыщен видеороликами о сборке арбалета своими руками, но каждый из них в своём роде уникальный и имеет право на жизнь. Сделан он из обычной доски, а также алюминиевого профиля, который можно купить в любом магазине из серии «Сделай сам» или в любом строительном гипермаркете. Но любой арбалет не может быть арбалетом без стрел. Как изготовить стрелы, также вы можете найти в данном плейлисте. Это довольно интересно. Как всегда, я делюсь всей информацией и ничего не скрываю. Поэтому в своих видеороликах я всегда рассказываю все секреты и фишки, использованные в моих разработках. Само собой, данный плейлист не был бы так интересен, если бы не производились испытания данного арбалета. И сейчас вы имеете возможность увидеть его в действии. Сейчас в ход пошла первая стрела, за ней с летом пойдёт вторая, и, конечно же, мы закрепим наш опыт обязательно запуском третьей стрелы. На испытаниях арбалет показал довольно интересные результаты кучности. Но и это не основная его фишка. Да, кстати, он может стрелять даже карандашами. Основной же его фишкой является его бронебойность. И, несмотря на свои скромные параметры, даже сверхлёгкими стрелами он пробивает до 10 слоёв картона. Ну и напоследок, вот такой вот прикольный выстрел от третьего лица из данного арбалета. Ну а кому понравился видеоролик и формат, обязательно поставьте свою оценку и комментарий. Мне это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!